привет всем друзья спасибо что вы снова со мной я сделаю короткое видео апдейт по карантину день номер четыре на сегодняшний день все пока без изменений я в принципе покашливаю я начала проверять температуру 2-3 раза в день пока все нормально слава богу не ищу путей заразиться на данный момент нахожусь дома сейчас муж с детьми ушли я сняла маску поэтому запишу видео сейчас все повытираю я получила свое оборудование наконец буду надеяться что смогу делать для вас видео более хорошем качестве видео и звука в америке уже прогресс серьезно этого вируса вчера нет сегодня утром я проверила веб-сайт кстати хороший ресурс если кому интереснее оставлю внизу ссылку где можно посмотреть по каждой стране количество больных америка сейчас на шестом месяца я посмотрела сейчас только что уже почти 14 тысяч больных то есть это уже меньше чем за полдня на 3-4 тысячи количество больных растет это при том что мы практически не тестируем людей в моей каунте это типа как регион протестировано всего 130 человек что-то такое 29 из них позитивные на коронавирус то есть это действительно вирус который уже вы здесь вокруг нас мне становится тестироваться людям они сначала разрешили людям тестироваться более простыми требованиями за сутки очень много людей хотела прийти протестироваться они усложнили эти правила снова то есть теперь ты должен иметь симптомы однозначно ты должен пойти к своему участковому врачу тебя должны проверить на грипп ангину на все остальное удостовериться что все остальное негативное тогда тебе доктор должен дать справку что он советует тебе протестироваться тогда тебя поставят в очередь плюс 2 требования либо ты был лицом к лицом к больному коронавирусом либо ты по путешествию подходишь в одну из точек в одной стран где вирус бушует так сказать вот поэтому конечно естественно большинство людей не будут проходить этим путем тем более если это только кашель или только терпимая температура до небольшая то есть это большой камень преткновения так сказать к тестирование я очень растрогалась сегодня увидела статью у нас в техасе умерла женщина которая 6 детей она мать-одиночка боролась с раком груди и умерла так что такие дела грустно конечно когда много людей борются за свою жизнь уже справляются другими болячками и теперь умирает от этого вируса советует медсестрам одевать шарфы и банданы вместо масок потому что масок говорят нет если это воздушно-капельным путем то это не тот немножко уровень фильтрации второе что еще важно карантин похоже отменят для людей как я то есть если ты был в контакте лицом к лицу с больным коронавирусом то тебя уже не будут садить на карантин ты будешь работать в бумажной маске продолжать потому что нехватка уже медперсонала то есть мы будем по сути варить этот вирус на работе заражать наших пациентов заражать друг друга особенно те которые бессимптомно будут болеть это при том что госпитали должны быть безопасными местами где людей лечат исцеляют заботиться мне сказали что мне нужно было будет пройти осмотр перед тем как вернуться на работу очень многие выражают свое недовольство медсестры многие говорят что у них не планируют возвращаться на работу пока не будет адекватной защиты если вы смотрели странах италии а это когда люди полностью закрыты вверх макушки головы а у нас только дают одну маску то люди просто не готовы рисковать своим здоровьем и здоровьем своих близких пожилых родных поэтому кто-то уволится кто-то заболеет грядет кризис все меньше людей на улице школы будут закрыты как минимум до 6 апреля вот такая информация грустно немножко страшно это естественно не вируса боюсь не за себя боюсь 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 за детей за родных и также соседи меня тоже только что написали что мужчины мужа в их семьи симптомы серьезные и они тестировать будут на грипп ангину и пока все пришло негативным они ждут ждут очереди своей на звонок на то чтобы определить или их можно тестировать или нет вот поэтому такие у нас вот проблемы такая ситуация спасибо всем за внимание я с вами буду завтра общаться насчет следующего моего апдейта я оставлю ссылки внизу для тех кому интересно спасибо держитесь я знаю это мировая проблема не будьте близко к другим людям если вы можете избежать переполненных автобусов пожалуйста 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 отделяйте себя от других мы должны остановить это дело и только мы можем если мы соберемся все вместе будем следовать этим правилам хорошо пока пока